Быть прекрасной, здоровой и жизнерадостной. Что приготовить, как двигаться и о чем задуматься. Живи счастливо! Be Happy! С Дамирой Габдулиной на телеканале Казахстанская Медиа Академия. Здравствуйте! С вами Дамира Габдулина и передача Be Happy на телеканале КМА. В сегодняшней передаче я поделюсь с вами комплексом упражнений для поясницы, а также покажу вам рецепт ужина по группе крови. И мы поговорим о том, кто такой внутренний критик и как его отключать. Сегодня я хочу вам показать комплекс упражнений. Он достаточно несложный, но невероятно эффективный от боли в пояснице. Особенно если вы весь день простояли или у вас была какая-то физическая нагрузка. Если вас беспокоят боли в пояснице, я вам обещаю, что сделав эти несколько простых упражнений, ваши боли исчезнут навсегда. С чего начинаем? Мы садимся, ну желательно на коврик, да, чтобы не скользило. Садитесь, вытягиваем правую ножку вперед. Левую стараемся пододвинуть вот так к себе. Сгинаем немного. Делаем вдох и на выдохе опускаемся вниз. Кто насколько может. Не терпите сильную боль. Если вам больно, если это сильно растягивает мышцы ног, то не забываем про дыхание в йоге. Начинаем еще больше дышать, еще более интенсивнее. Чувствуем, как здесь у нас отпускает спазм и растягивается поясница. Направляем наше дыхание именно туда, где больше всего болит и напряжение большое. Поднимаемся. Теперь скрещиваем ножки. Делаем также глубокий вдох. Не забываем про наше дыхание. И на выдохе стараемся наклониться максимально вперед. Наклоняемся кто сколько может. Желательно поставить локти на коврик. И чувствуем, как растягивается наша поясница. Также на три дыхания. Два. Три. Аккуратно поднимаемся. Теперь поворачиваемся в правую сторону. Также три дыхания. Медленно, без резких движений. Никаких спецэффектов. И теперь в левую сторону. Если кто-то не может опуститься, ничего страшного, можно повернуться вот так. Три. Теперь скрещиваем ножки вот таким вот образом. Правая сверху, левая внизу. Вот так. Садимся полностью на коврик. Также делаем вдох. И на выдохе стараемся опуститься вниз. Вдох. И потихонечку опускаемся вниз. Также три дыхания. Поднимаемся. Ставим ручки назад. Немного прогибаемся назад. И возвращаемся в исходное положение. Делаем все то же самое, только на левую ногу. Садимся, вытягиваем левую ножку. Также ровненько. Правую сюда. Стараемся максимально это раскрыть. Раскрыть таз, растянуть. Делаем глубокий вдох. И на выдохе опускаемся вниз. Можно немножко потянуть себя руками. Помочь таким образом. Также на три дыхания. Три. Скрещиваем ножки. Теперь у нас правая внизу. Левая наверху. Сверху. Делаем глубокий вдох. И опускаемся вниз. Не торопимся. Не торопимся. Прислушиваемся к своему телу. Если у вас где-то сильно зажимает мышцу, или вы чувствуете какую-то боль, направьте свое дыхание именно туда. Вдох и выдох. Чем больше идет напряжение, тем больше старайтесь расслабить дыханием. Три. Аккуратно поднимаемся. Теперь у нас левая ножка сверху. Правая внизу. Садимся полностью. Садимся прямо на седалишние. Глубокий вдох. Руки. Это очень важный и принципиальный момент. Ручки должны у вас быть вот здесь. Обязательно удерживайте себя здесь. Это будет вам давать дополнительное растяжение. Делаем глубокий вдох. И на выдохе опускаемся вниз. Делаем три цикла дыхания. Поднимаемся. Вот такой небольшой и эффективный комплекс упражнений для поясницы поможет вам всегда и везде. И в конце тяжелого рабочего дня. Если вы сделаете это упражнение, я вам гарантирую, боли пройдут. А сейчас я хочу с вами поделиться прекрасным рецептом. Он достаточно легкий и сбалансированный. Рецепт для завтрака. Это будут домашние мюсли на миндальном молоке. Почему на миндальном молоке? Я вам сейчас немного коротко расскажу про питание по группе крови. Я, например, представитель первой группы крови. И мне не подходят все изделия, содержащие глютен и лактозу. Как правило, это две аллергии, которые идут параллельно. Что значит питание по группе крови? Нас не зря различают на четыре группы крови. И у нас у каждого есть определенная реакция на продукты, на химический состав продуктов. И бывает, что продукты... Суть в чем вообще этого питания? Бывает, что продукты не совпадают и останавливают или тормозят работу нашего метаболизма. И чтобы это не происходило, можно по таблице... Я часто говорю об этом на своих вебинарах. Мы разбираем это более подробно. Пишу об этом на своей инста-страничке Дамира Би Хэппи. Если вы хотите получить более полную информацию, пожалуйста, подписывайтесь. Можно там почитать много полезной информации насчет как раз питания по группе крови. Принцип я уже вам объяснила. Это совместимость продуктов и химического состава. Но чем она хороша? Она подходит особенно тем, кто, например, делает физические нагрузки и питается правильно, но сложно похудеть. Тем людям, которые быстро набирают вес и очень долго его сбрасывают. Эта система питания отлично подходит. И если исследовать списку продуктов и исключить продукты, которые токсичны для вашего организма по вашей группе крови, тогда метаболизм, конечно, будет работать гораздо быстрее. И вы будете чувствовать себя энергичнее, продлите себе молодость и красоту. И организм будет меньше забиваться токсинами. Итак, приступим к нашему завтраку. Делается он буквально в 30 секунд. Игредиенты вы можете составить любые, такие, как вам нравятся. Я выбрала свои любимые. Гречка мне тоже подходит. Ягоды Годжи. Там очень много витамина С. Они мне подходят. И миндаль. Миндаль является нейтральным продуктом для моей группы крови. Поэтому, что значит нейтральный? Это те продукты, которые можно употреблять в пищу 2-3 раза в неделю. То есть они не хорошие и не плохие для вас. Например, улучшает мой метаболизм грецкий орех. Поэтому я так часто добавляю его больше и ставлю в приоритете по сравнению с остальными видами орехов. Почему так важно знать и пользоваться питанием, системой питания по группе крови? Потому что вы будете понимать, какие продукты. Если у вас есть выбор, вы сделаете всегда выбор в ту сторону, которая наиболее для вас полезна. Итак, покупаем. Я взяла сейчас покупное миндальное молоко. Часто я готовлю миндальное молоко сама. Оно прекрасно хранится в холодильнике 2-3 дня. Я обязательно еще расскажу в последующих передачах. Я расскажу и покажу, как делать миндальное молоко. Его можно сделать и из кеши, и миндальное, и кунжутное. Я уверена, что вам понравится. И вы возьмете это себе на вооружение. Так, у меня здесь гречневые хлопья безглютеновые. Они продаются, тоже готовые. Можно купить миндальные, рисовые, какие вам больше нравятся. Но если будет стоять вопрос рисовые или гречневые, выбирайте гречневые. Так, ягоды Годжи. Ой, я забыла семена чия. Сейчас я еще добавлю семена чия. Миндальные у меня хлопья тоже есть. Миндальная такая стружка. Можно, в принципе, просто нарубить орехи и посыпать орехи сюда. Можно добавить мед. Сейчас я возьму еще семена чия. Мы добавляем где-то половину столовой ложки семен чия. Это тоже у нас так красиво, аппетитно выглядит. Можно сверху, в принципе, порезать банан, добавить. Если вы любите все равно так немножко послаще. Можно добавить мед. Можно добавить стемью. В принципе, по вкусу. Главное, чтобы это был не сахар. Ну и вот наш вариант завтрака готов. Также он прекрасно подходит для детей. Потому что мы все знаем, что все эти легкие завтраки, которые продаются, они на самом деле имеют большое количество сахара внутри. Мы добавили сюда еще в этот завтрак семена чия. Поэтому завтрак должен немножко настояться минут 5-7. Чтобы они немножко зажизизировались, загустели. Почему они такие популярные? Они недавно так ворвались в нашу жизнь. Самое главное, это прекрасный источник аминокислот. Как мы все знаем, аминокислоты нам необходимы, особенно для женского здоровья и вообще в целом для красоты. И это прекрасный легкий источник. Его можно добавлять и в салаты, и в смузи, и в такие завтраки, и в йогурты. То есть, в принципе, у него такой многофункциональный способ употребления. Поэтому я люблю эти семена. Они достаточно экономичные. Их не нужно много. Но в целом на вот такой вот завтрак нужно половину столовой ложки. Можно, в принципе, полную целую чайную ложку. Пришли они нам с Латинской Америки, а точнее с Перу. Перу является путешествием моей мечты. Я все планирую туда поехать. И в этом году, надеюсь, моя мечта осуществится. Все, кто хочет присоединиться в такое путешествие, могут обратиться ко мне и в мою компанию Интертура Стана. Вы можете написать мне в личку в мою инстаграм-страницу Дамира Би Хэппи. Буду рада, с удовольствием вам отвечу, если вы отправитесь еще тем более со мной в такое экзотичное путешествие на поиски новых приключений. Кто такой внутренний критик? Как он проявляет себя? Как он мешает нам жить и как же его отключить? Поделюсь с вами своими личными лайфхаками. Потому что есть, конечно, множество практик и в йоге, и в ведической культуре, и в том числе, конечно же, в психологии, чтобы его выявить и как его отключать. В этом случае хорошо помогают, конечно, медитации, но есть более короткий путь. Как вы уже знаете, я очень люблю такие действенные способы, когда 20% усилий дают 80% результата, как по принципу Паретто. Итак, кто же такой у нас внутренний критик? Как его разглядеть? Я недавно посмотрела прекрасный мультфильм Pixar. Это называется он «Головоломка». Я не знаю, сколько лет назад он вышел, но я посмотрела недавно. Я бы вам очень рекомендовала его посмотреть. Там как раз-таки прекрасно показывают, как у нас в голове работают различные наши грани личности, в том числе и критика. Как он себя проявляет? В первую очередь критик, как вы уже догадались, это та самая грань нашей личности, которая постоянно нас критикует, которая занижает нашу самооценку. Что бы мы ни сделали, особенно в нашем менталитете, конечно же, мы это с удовольствием легко делаем. Нас не приучили хвалить себя за что-то, но зато очень приучили ругать себя постоянно за что-то. Даже если у нас получается хорошо, этот внутренний голос возникает и говорит, ну, могла бы и лучше, не так оделась, не так сказала, надо было промолчать, невкусно приготовила, ну, приготовила вкусно, но могла бы побольше. И вот эта постоянная-постоянная критика. И за ним угнаться невозможно. Этот голос в первую очередь нужно, конечно, осознать, что он идет против нас. Второе. Он не приносит абсолютно никакой пользы. Хотя считается, есть такое понятие, как конструктивная критика. Да, конечно, конструктивную критику мы можем принять от авторитетного человека, человека, которого мы действительно уважаем и мнению которого мы прислушаемся, который является определенным большим специалистом в своей области, по которому он советует или конструктивно критикует. Все остальное – это бесполезное занятие. Все остальное забирает вашу энергию. Все остальное обесценивает ваши действия. Итак, как только вы услышали голос, у меня есть такое прекрасное лёгкое упражнение, как с этим справляться. Как только вы услышали критикующий голос, надо сначала отследить, чей это голос, на чей голос он похож. Он может быть похож на голос, не знаю, соседки, на голос воспитательницы, на голос мамы, которая, может быть, всегда была недовольна вашим поведением или вашими поступками. А второе. Как только вы слышите, что могла бы сделать лучше, могла бы сделать красивее, могла бы сделать как-то, я не знаю, более полную картинку чего-то создать. Как только вы это слышите, просто говорите себе. «Я люблю тебя» на эту фразу. Как только услышали голос, его можно отключить. «Я люблю тебя», «Я хорошая». И эти две фразы закроют вам и погасит голос критикующего. Это, конечно, не происходит с первого раза. Это нужно практиковать. Чем больше вы будете это практиковать, чем больше вы будете говорить, что вы себя любите, что вы хорошая, и вы можете тогда отследить на самом деле, сколько раз на дню вы себя критикуете, откуда быть здоровой самооценки, откуда быть самоценности, если мы 150 раз на дню постоянно себя критикуем и ругаем. Лучше вместо этого всегда говорить себе «Я хорошая» и «Я люблю себя». И вы увидите, какой будет потрясающий результат. Хвалите себя, поддерживайте и делитесь своими результатами на моей страничке «Дамир и Би Хэппи». Вы найдете там много единомышленников, там я провожу огромное количество вебинаров, прямых эфиров, и там много полезной информации о питании в том числе. Я уже более 25 лет занимаюсь системами питания. Я являюсь сертифицированным инструктором по йоге. И также я профессиональный путешественник. У меня уже 20 лет опыта и свое турагентство. Я очень много рассказываю о путешествиях. Подписывайтесь на мою страничку «Дамира Би Хэппи». Я буду рада каждому из вас. С вами была Дамира Габдулина. Передача «Би Хэппи» на телеканале КМА. Увидимся завтра. Быть прекрасной, здоровой и жизнерадостной. Что приготовить, как двигаться и о чем задуматься. Живи счастливо. «Би Хэппи» с Дамирой Габдулиной на телеканале Казахстанская Медиа Академия. Казахстанская Медиа Академия.